Раз, два, три, ой, восемь. То есть не надо тащил очка? Нет, нет, нет. Так можно сломать ребра, но зато можно спасти жизнь. Сердечно-легочная реанимация – это последнее занятие. В рамках проекта журналист меняет профессию. Позади 30 часов медицинской подготовки, начиная со снов, как правильно мыть руки, измерять давление и температуру. 29,4. Всего? Что? Нет, нет, подожди, у нас получается. Ты же охватил, ты остыл, что ли? Как ставить инъекции подкожные и внутримышечные? Как из обычного ремня сделать жгут и остановить кровотечение? Внутреннюю петлю одеваем. Все кажется, вот по телевидению смотрим, там фильмы какие-то, все кажется достаточно легко, на практике довольно сложно. Нужно и с определенным темпом, с определенной скоростью, все это и с определенной силой давить. Проект «Журналист меняет профессию» появился 7 лет назад. Все это время сотрудники краевых СМИ осваивали новые для себя навыки. В этот раз журналисты учились оказывать доврачебную помощь. Когда меня спросили, что было самое трудное в работе с вами, я сказала только одну фразу. Очень много задают вопросов. Спасибо вам за ваши вопросы. Вместе с вами, в принципе, росла и я. Кстати, подобные курсы могут пройти все желающие. В базовом медколледже проводят обучение как платно, так и бесплатно. Находящиеся в декрете женщины по уходу за детьми, пенсионеры, те, которые находятся в ситуации, когда сработает проблема. То есть для них обучение подобным курсам младшей медицинской сестры, то есть навыкам сестринского дела, сиделки, для них вообще это бесплатно. Медики считают, что даже без постоянной практики в нужный момент, что называется, руки вспомнят. По крайней мере, теперь мы знаем, как их нужно мыть. Если правильно оказать первую помощь доврачебную, в два раза повышается шанс, чтобы спасти человека, который оказался в такой ситуации. Ирина Корчагина, День с толком.